Давайте послушаем запись разговора людей с голосами похожими на голоса президента Украины Петра Алексеевича Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Разговор от 30 апреля 2015 года, через два месяца после трагедии в Дебальцево. Я думаю, что это будет в интересах обоих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня. Да, вам не говорили. Ну, пускай Лавров с Клинкино. Дадите ему, если можно, соответствующую. Он знает, я уже беру. Ну, а он тогда, когда приехал в Берлин, там было предельно неконструктивно. Поэтому они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря. Ну, я сегодня сказал, мы об этом узнаем. Да, ну, отлично тогда. И последняя позиция. Ну, я действительно тоже готов посмотреть и подумать по каким-то перспективам экономическим. по этим перспективам, потому что там ситуация, правда, очень хреновая. Я не понял, по каким-то перспективам? По экономическим, по экономическим. Потому что там ситуация, правда, тяжелая, и она, конечно, переходит в необратимые какие-то вещи. Поэтому я думаю, что и экономику тоже можно будет посмотреть во время и рабочей группе, во время встречи с Ивановым. И последняя позиция. Обычно, обычно, это просто рекомендация. Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеется в виду Хайги, там, Кучма-Сдемченко и представители России, собирались и планировали повестку дня, планировали проекты, там, решений, предложений и прочего. Если, я считаю, было бы целесообразным, если будет, по-украински, скажем, если будет ваша ласка, если будет желание, может быть, приедет этот представитель в Киев, в трехсторонней контактной группе, они бы у Хайги встретились там, в миссии БСЕ, и, по крайней мере... А это наш представитель? Да, да, да. Ну, а это почему-то, я скажу сейчас, Лаврову. Да, пусть они... Не понимаю, что надо рассказывать. Нет, нет, мы, ну, мы же, я живу там, наши его не знают, и пока просто не установлено никаких, там, диалога нет. Поэтому пусть приедут там, познакомятся и проработают сценарий Минска, потому что я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые привели бы к... Ну, конечно, подгоняйте. ...эффективному результату. Хорошо. Где-то вот так вот. Хорошо. Поэтому еще раз благодарю вас наступающим... Я не знаю, там, раньше называлось Днем Международных Солидарностей Трудящихся. Да. Поэтому, я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старое оставили. Да хреново, я не знаю. Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придем. Ну, это у нас, вот официально теперь, праздник весны и труда. А, вот так вот. Завтра буду вручать, мы восстановили там медали Героев Труда. А, любопытно. Я буду завтра ветеранам вручать 70-летие Победы. Так что тоже будем. Завтра? Ну, мы соберем, чтобы не успели там доехать до региона, сделать, чтобы там уже были. Завтра будет первая Победа. Как у вас внутри-то вы справляетесь там, Сафия? Да, справляюсь от чего-то. Дальше, чем легче, потому что уже как-то, ну, выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел, конечно, вертикали не было, было непросто. Но политическую стабилизацию, конечно, нужно делать. В условиях экономической проблем, мягко говоря, выстраивать это все совсем непросто. Но я могу сказать, что желающих длинной очереди на должность украинского президента не наблюдаем. Ну, зря вы так думаете. Да. Рейда. Это интересная, красивая страна. Не, так я горжусь тем. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает. Так что... Слава Богу, это очень важно. Чтобы люди доверяют, самое главное. Это, это ключевое. Хорошо, Владимир Владимирович. Взму руку. Спасибо большое. Обнимаю вас. До свидания. До свидания. До свидания.